Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим сразу о двух женщинных блогерах, а именно о Лене Хэппи и по сложившейся у нас уже традиции скажем несколько слов и о Галине с канала Жизнь на Юге Англии. Начнем мы с Лены Хэппи, которая вчера провела двухчасовой прямой эфир ни о чем, и на этом прямом эфире Лена рассказала нам о том, что ей снится селим по ночам. Лена вчера спала плохо, были ужасные боли в ногах, Лена просыпалась все время под утро, наконец-таки заснула и тут звонок. Звонит селим по видеосвязи. Чего ты звонишь? Вопрошает Лена Хэппи, а селим отвечает вопросом на вопрос. Почему ты у меня такая красивая? Вот такой риторический вопрос задает селим своей возлюбленной. Лена, еле продрав глаза, пытается понять, что он звонит. Я же, говорит, тебя просила, не звони так рано. Я еще сплю. Я, говорит селим, просто хочу тобою любоваться. Вы знаете, я не представляю даже, как можно вообще с этим мириться, как можно жить вот в таком вот ритме, когда вообще не уважают ваш распорядок дня, когда вы хотите выспаться, а вас с утра пораньше долбят телефонными звонками, причем обязательно по видеосвязи, по делу, без дела, в основном без дела. Но что путного селим может сказать Лене? Ровным счетом ничего. Лена, конечно, сама молодец. Почему бы просто не отключить звук на телефоне и дрыхнуть себе спокойно? Нет. Она хватает трубку зачем-то, чтобы поздороваться с селимом. А селим, говорит Лена, мне часто так звонит. Вот он едет, возвращается с работы домой, ему делать нечего. Вот он и набирает мой номер телефона, и Лена все бросает. Лена, еле продрав глаза, берет телефон и общается с селимом, чтобы ему не было скучно. Я вообще не воспринимаю такие разговоры. У меня тоже есть парочка друзей, которые, когда они возвращаются с работы домой или едут куда-то, им скучно в машине, они включают телефон, и вот они со мной общаются, когда доезжают до места назначения, говорят, ну все, я приехал, пока. Мне это очень неприятно. А тут любимый человек. Да еще с утра пораньше. Ну, у Лены еще утро. Не понимаю я вообще такой реакции Лены, а Лене нравится. Мало того, говорит Лена, он иногда звонит из гаража. Алло, гараж. Вот они сидят, например, с друзьями Селим и его коллеги, где-то там в таксопарке, делать нефиг. Каждый сидит со своим телефоном, и Селим набирает Лену, включает видеосвязь и просто на Лену смотрит. Что ты хотел? Спрашивает Лена. А он не говорит ни слова, а просто смотрит на Лену и лыбится. Смотрит и лыбится. И Лене кажется, что это так мило. Звонит любимый и просто ею любуется с улыбкой на устах. Но мы-то с вами понимаем, что это уже клиника. В общем, Лена с Селимом стоят друг друга. Это действительно брак, заключенный на небесах. По-другому не объяснишь это сумасшествие. Но это, как говорится, ладно, наши влюбленные голубки развлекаются как могут, устраивают себе романтик по телефону. Это их дело. У Лены сейчас, помимо всего этого, очень серьезные проблемы намечаются. Болит уже вторая нога. Лена не может спать. Лена все время ворочается. Ужасные боли. Поэтому Лена записалась к врачу. Самые ранние ее могут принять через месяц где-то. И Лена всерьез теперь займется своей ногой. Теперь уже своими ногами. Мало того, Лена впервые выдержала интервал без еды в 16 часов. Потому что Лена поняла, что из-за лишнего веса нагрузка на ноги идет еще больше. И она знает, что когда она придет к врачу, ей снова будут говорить о том, что ей нужно сбросить килограмм 6 черточка 10. Соответственно, Лена решила подготовиться к этому приему врача основательно и не есть больше на ночь. А просто ложиться спать и ворочаться с голоду и от боли. Корячиться, но тем не менее, идти к своей цели. Да, Лена показала нам ходунки. У нее и серые до сих пор лежат дома. И те бабушкинские, которые розовые что ли или малиновые. В общем, тоже лежат родни, их пока не забрал. В общем, короче говоря, у Лены намечены очень серьезные планы на новый 2024 год. Лена хочет сделать операцию до приезда Селима. Лена не дождется Селима, несмотря на то, что Селим уговаривает Лену подождать. Он приедет, он будет за Леной ухаживать, он будет ее выхаживать, кормить, обтирать, водить в туалет. Но Лена, скорее всего, не дождется Селима. Лена хочет сделать операцию до приезда молодого мужа, чтобы быть легкой на подъем, чтобы быть легкой и задорной в койке. Да, сейчас меня снова будут обвинять в том, что я трясу грязными трусами, рассказываю того, чего Лена не рассказывала. Но, тем не менее, мы понимаем, что приезжает молодой муж, а он от Лены не может отлепиться, он от Лены не может оторваться. Лена сама сказала во вчерашнем прямом эфире, что когда Селиму нужна титька, он не просит, он просто берет. Соответственно, Лена должна всегда быть готова к труду и обороне. Лена должна быть всегда во всеоружии. Селим в любой момент может ворваться, схватить Лену и подтащить ее на кинг-сайз. А если у вас больные ноги, так не ляжешь, так не сядешь, так не перевернешься, это уже ограничивает ваши креативные способности и акробатические возможности в будуаре. Это Селим не приемлет. Поэтому Лене нужно срочно, срочно сделать операцию на обеих ногах, с тем, чтобы к приезду Селима она была снова легкой, воздушной и готовой исполнять любые прихоти своего молодого мужа. Ну а пока все по-старому. Лена продолжает ходить в продуктовые магазины. Вчера она заехала в Кубинский, в латиноамериканский супермаркет. Лена же ездила на маникюр Клаудии, а Клаудия живет в Кубинском районе. Соответственно, Лена, находясь в этом Кубинском районе, решила заодно сделать и покупки в латиноамериканском супермаркете. Набрала кучу продуктов, потом еще поедет там у себя в какой-то супермаркет. И девушки, женщины, зрительницы пишут в чате Лене, мол, Лена, ну что вы все время куда-то едете за этими продуктами? У вас что, в Америке нет доставки на дом? Деливери у вас нет, что ли? Есть, говорит Лена, но я как-то об этом не подумала. Как-то даже забыла, что бывает такая услуга. А я считаю, что правильно Лена сама ездит за покупками. Если она еще засядет в квартирке и будет заказывать продукты с доставкой, то она вообще перестанет шевелиться. Так она хоть за продуктами своими ножками ходит. Ну, по крайней мере, от машины до супермаркета доходит, потом между рядами там тоже ходит. Да, это все, конечно, нагрузка тоже на суставы, но тем не менее, хотя бы какие-то физические упражнения. Ну, а вообще Лена прошмыгнулась по Кубинскому району с радостью, с наслаждением. Почему? Да потому что в этом районе Лена себя чувствует как дома. Боже мой, как хорошо, говорит, в Кубинской автомастерской. У Лены же проблемы были с резиной, сдувалось все время колесо. Помните, Родни подъезжал еще тогда к школе с каким-то насосом, что-то там качал ей. А тут Лена решила заехать к Кубинцам. Боже мой, небо и земля, какой сервис. Эти все официальные мастерские, там, годами ждать. Сервис никчемный. У Кубинцев все быстро, не успело сесть. Они уже взялись ремонтировать, общаются с ней, отдыхайте, отдыхайте. В общем, все как на родном языке, они ее понимают с полуслова. Любимый Ленин диалект кубинский, сразу все понятно, сразу ее воспринимают как свою. В общем, Лена была счастлива. Почему бы Лене, это я уже от себя добавляю, не переехать в Кубинский район? Да, она недалеко, но тем не менее, было бы здорово, если бы Лена действительно жила в среде, где ей кайфово. Другое дело, что Селиму, наверное, это не понравится. Там же ром течет рекой, там сигары, там песни, пляски, танцы. Селим, наверное, на это не очень отреагирует. Поэтому Лена будет просто вылазками приезжать в Кубинский район. Ну и в завершении по Лене давайте скажем, что Лена снова угрожает. В этот раз Лена угрожает прокуратурой обзорщицы Марьям. Вы не думайте, Марьям, что вы сможете укрыться от гнева, от праведного гнева Лены Хэппи. Потому что Лена Хэппи очень долго работала чиновницей. Ленин не нужны даже адвокаты для того, чтобы заполнить бумаги, жалобы так, как это нужно делать. В две секунды, говорит Лена, я все заполню, все оформлю, и вы никуда не скроетесь от правосудия. Лена вас настигнет. Поэтому на вашем месте, говорит Лена Хэппи, я бы начала опасаться, я бы побеспокоилась. Еще одно неловкое движение, еще одно лишнее слово. Лена напишет жалобу. Лена напишет жалобное письмо, и его рассмотрят, и все Лена порешает очень быстро, потому что Лена закрытыми глазами может проворачивать такие дела. Вот такое предупреждение от Лены Хэппи. И это, пожалуй, все, что у меня было по нашей флоридской звезде. А мы с вами переходим к следующей нашей героине, а именно к Галине с Туманного Альбиона, к Галине с Юга Англии. Как мы знаем, Галина вернулась с Канарских островов, куда ее свозил новый друг. Складывается впечатление, что Галина смотрит обзоры и решила нам прояснить ситуацию. Да, друг Галины оплатил эту поездку. Сам заплатил за отель. Дворец Клеопатры, 4 звезды, бассейны, фонтаны, завтрак включен. Номер так себе. Другу вообще не понравилось. Какой-то обшарпанный стопотопный номер, небольшой, он плевался. А Галине все нравится. Тем более, что это первая линия, балкончик такой приятный. Там на нем можно сидеть, улюбоваться океаном. И вы знаете, Галина, конечно, приболела, но это не помешало ей каждое утро спускаться на завтрак и пить шампанское. Ну, просека, скажем так, игристая, да? И если в начале отпуска Галина робко подходила к этим бутылочкам и наливала себе бокальчик, то по истечении времени Галина так освоилась в этом баре, что она первым делом шла к бутылкам, наливала себе бокальчик и своему другу его тоже приучила начинать день с бокальчика игристого. В общем, Галине все нравилось. Тебе нравится? Тебе нравится? Спрашивал друг, заглядывая ей в глаза. Да мне все нравится, говорит Галина. Правда, Галина приболела, потому что сразу же полезла купаться, а там уже прохладно на этих островах. Мало того, там неподалеку Тенерифи. И Галину спросили, почему она не поехала на Тенерифи. На что Галина ответила, что Тенерифи ей вообще не нравится. Тенерифи вообще не зашел. Ну, съездила она туда, посмотрела один раз. Совершенно не ее остров, не ее местность, а вот там, где она сейчас побывала, это уже совсем другое дело. Единственное, что вот там, где они сейчас побывали, это комьюнити 60+. Туда приезжают в основном состоятельные, подчеркиваю, англичане 60+. Они там развлекаются, они там сидят в бассейне, они там едят, пьют. Все очень дорого. Галина никогда бы и ни за что не смогла себе позволить такой остров. Потому что магазины дорогие, все очень дорогое. Но это комьюнити, то есть за пределы этого комьюнити вы как бы не выходите. Вы варитесь в своем соку среди таких же пенсионеров, как вы, 70+. Соответственно, конечно, ограничен диапазон того, что вы можете увидеть, чем вы можете восхититься. Галина нам показывала округу. Все довольно однотипное, но чистенькое, аккуратненькое, красивое, да, безопасно. То есть вы находитесь среди таких же старичков, как вы. Молодежи там нет, молодой энергетики нет. Ну, ничего, знаете, время от времени можно посидеть вот в такой вот комьюнити. Ничего страшного в этом нет. Главное, что это сюрприз. Главное, что это все подготовил ее друг и за все друг заплатил. А еще Галина дала нам послушать речь своего друга на английском языке. Тут же, конечно, нарисовалась Лана Мэй, самая главная защитница Галины. И написала комментарий, в котором она восторгается речью друга Галины. Это такая изысканная речь высокообразованного мужчины, которая выдает его происхождение благородное, которая выдает его социальный уровень. Потому что многие англичане очень плохо говорят на своем родном языке, заявляет Лана Мэй. Чего не скажешь о друге Галины. Складывается впечатление, что Галина отхватила чуть ли не лорда. Да, ответила Галина под комментарием у Ланы. Я прекрасно понимаю, кто он, что он. Но и он понимает, кто я и что я. Несмотря на мой акцент, говорит Галина, несмотря на то, что я делаю ошибки в речи, он, этот друг, благодаря своей прозорливости и своему образованию, узрел в Галине то, что в ней заложено где-то там в глубине души. Он увидел в ней ту образованную, изысканную, интеллектуальную женщину, которую многие англичане не оценили из-за акцента, из-за ошибок в речи. А вот этот вот англичанин, друг, все оценил и все увидел и вцепился тоже в Галину. Единственное, что Галина пока сейчас нам не рассказывает, так это то, есть ли у ее друга дети, внуки, бывшие жены. Вообще, как они собираются дальше жить, брак или просто сожительствовать. Женщины интересуются этим, но Галина полностью пока игнорит эти вопросы, не отвечает на них, видимо, будет дозировано нам выдавать информацию. Тут нужно, конечно, подчеркнуть, что Галина себя тоже не на помойке нашла. Галина очень выгодная невеста с приданным, с квартирой, возможно, даже есть какие-то сбережения, поэтому Галина, видимо, сама тоже не спешит, тоже присматривается к своему другу, но, извините меня, в 70+, нужно уже, как бы, принимать решение в темпе вальса, потому что, знаете, мы не молодеем, как говорится, в 70+, время летит быстро, и самое главное, подписывать нужно все бумаги сразу. То есть, вот, решить, как жить дальше, что кому отойдет, при каких условиях, и так далее, и тому подобное. Но Галина пока еще не готова рассказывать нам именно такие подробности. Что ж, мы будем с интересом следить за дальнейшим развитием событий. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, по линии Хэппи или по Галине, пожалуйста, пишите, дополняйте. Благодарю всех, кто поставил лайки, кто подписался на мой канал. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.